здравствуйте уважаемые трейдеры с вами на связи виталий кухта сегодня у нас понедельник 14 октября пройдемся по основным рынкам как всегда у нас фондовые индексы товарно-сырьевой рынок рынок форекс рынок криптовалют обсудим важные новости которые у нас были на прошлой неделе перспективные новости важные и технически посмотрим на на финансовые рынки но еще возможно зацепим несколько акций там в принципе ситуация такая более-менее понятная и так что у нас было на прошлой неделе данные по инфляции cpi ppi сша вышли выше на один пункт чем ожидали аналитики да это указывает на то что инфляция еще устойчивая нет такого сильного снижения некоторые скажем аналитики говорят что фрс поспешил с таким агрессивным понижением ставки еще есть чем бороться и рынок труда в принципе неплохой вышел но если все-таки на следующем на следующих публикациях по рынку труда это 1 ноября если данные кажутся ниже скорее всего так и будет аналитики видят то возможно снова заговорят о понижении ставок ставок сейчас вероятность понижения на 0 5 процента равна скажем нулю больше склоняется к 0 25 и посмотрим смогут ли понизить я думаю что 0 5 маловероятно хотя все возможно заявки по безработице четверг вышли выше поэтому здесь спорно поэтому здесь рынок туда немножко скажем плохо ну и что ожидать на этой неделе это ставка по и cb очень важные новости ну и четверг еще большой блок статистики по по штатам будет ну и принципе все то что касается таких важных новостей давайте перейдем к рынку фондовый индекс s&p 500 все-таки пробил уровень сопротивления которым я ранее говорил это в районе 5 800 я говорил что я ожидаю более сильную коррекцию и она она не получилась такая маленькая да вот здесь видим такую боковая коррекция я ожидал что она будет такая более под наклоном но мы пробили вот эти уровни и сейчас у нас открывается дорога вверх только вверх у нас практически впереди ключевой такой психологический уровень сопротивления это 6000 пунктов поэтому в ближайшее время я думаю на этой неделе 6000 пунктов мы покажем конечно если не будут каких-то сюрпризов на рынке я еще смотрел там акции топовые они в принципе тоже имеют большое накопление таких треугольниках больших из них по идее должно быть очень очень мощное движение наверх ну и плюс у нас начались отчеты по по штатам поэтому сейчас будут сильные волатильности и так поэтому s&p 500 по все что выше 5 условно 5 800 я бы я бы рассматривал только на покупку что касается nasdaq здесь ситуация аналогичная мы все-таки пробили уровень сопротивления двадцать тысяч триста ниже данного уровня я ранее спекулятивно шортил мы принципе имели здесь небольшое снижение но она всего один день дальше мы закрылись выше уровня и сейчас в принципе идет небольшое накопление я бы рассматривал nasdaq на покупку с целью 21 тысяча пунктов у нас так прям копирует там некоторые акции nvidia apple поэтому я бы покупал nasdaq что касается золото по золоту ситуация следующее мы на прошлой неделе я обсуждал что у нас возможно будет коррекция по золоту она была небольшая в принципе но спекулятивно заработать контр тренд возможно было на текущий момент закончилась ли это коррекция мы идем наверх такой шанс есть вероятность но я к нему скажем частично скептически ставлюсь почему потому что нет нет хорошей такой проторговки чтобы понять здесь по точкам входа она возможная но я пока буду наблюдать ближе ближе и позже буду золото дальше думать потому что здесь есть один момент такой когда условно ну просто как на примере вот здесь смотрите на тоже была такая коррекция глубокая вроде бы от купали дошли и сделали условно двойную вершину и дальше снова пошли на глубокую коррекцию это коррекция может превратиться скажем там или в двойное дно условно как было вот здесь да так и так и может быть более глубокой поэтому золото как вариант я не исключаю что будет что-то на примере вот вот этого всего нарисовать плюс если смотреть по эскалации на ближнем востоке в принципе договорились никто сильно не отвечает потому что ну скажем есть слухи что иран на делал испытания подземные ядерные до якобы бомбу там взрывали другие говорят что это просто землетрясение но скорее всего что это была ядреная бомба и там даже парламент ирана такое говорит надо одобрение дать этому чтобы было все законно ну и вроде бы израиль частично пока не отвечает уже сколько времени прошло сначала там обсуждали стрельбу по нефтяным точкам ирана и так далее ну возможно договорились посмотрим что будет позже всегда руку нужно на пульсе держать плюс не забываем нас впереди выборы и в штатах волатильность будет ого в таких случаях рун лучше на рынке подождать в сторонке потому что может быть такая волатильность просто шпильки в любую сторону и даже стоп лосса не сработают поэтому золото я пока скептически отношусь тому что у нас коррекция закончилась и нас начался рост на 2 700 я это не исключаю не исключаю но я буду за ним наблюдать то же самое касается серебра то есть я ранее говорил что здесь произошел ложный пробой вот видим одним баром мы 32 50 пробили скорректировались спекулятивно мы с ребятами закрытом канале шартили серебро здесь зафиксировались дальше аналогично как и золото может здесь какой-то такой боковик начаться пока я скептически к этому всему отношусь коротко по нефти нефть здесь пока мы выше выше зоны где-то 76 50 я за возможный дальнейший рост по по нефти да то есть у нас возможно движение наверх начнется я в последнем своем озоре говорил о шортах на мы здесь локально падали но дальше от купили и пока 76 5 выше я за рост если мы это все будем ломать то тогда можно будет говорить и возвращаться к сценарию дальнейших шартов поэтому вот уровень вот это для меня ключевой 76 50 все что выше я за покупки по нефти что касается натурального газа здесь коррекция начала затягиваться покупок как здесь я ранее говорил что возможно это коррекция ищем покупки нету окончания вот этого коррекционного тренда скорее всего что он дальше под затянется и здесь спекулятивно можно шортить натуральный газ я бы не сказал что здесь прям фантастик точки входа и модели но пока вот кто торгует натуральный газ я бы его шортил я ранее говорил что я глобально его жду наверх но также не исключал не исключаю как альтернатива что глобально вот это все движение это коррекция и мы будем обновлять и полтора доллара да вот этот уровень но я пока сторонник того что у нас вот это все идет коррекция посмотрим какой глубины она будет когда она закончится я дальше буду искать точки входа на покупку потому что прошлый раз смотрите какая глубокая коррекция была был тренд глубокой коррекции разворачивали здесь больше месяца и только потом пошли на 3 доллара то же самое здесь могут что-то что-то подольше проторговать дальше что касается индекса доллара по индексу доллара я пока настроен на рост доллара возможно что-то ближе к четвергу поменяется по рынку или в сам четверг уже поменяется но пока я не вижу окончание вот этого роста по индексу доллара конечно хотелось бы получить какую-то коррекцию и дальше понимать это коррекция или это зарождение нового нисходящего тренда у меня есть несколько идей по рынку хороших я в принципе покупаю пару доллар франк на последнем своем обзоре я говорил что вот покупка доллар франка в закрытом канале мы тоже покупаем посмотрим будет или будет ли реализация этого сценария вот видим сильный тренд такой и то же самое евро доллар пока пока мы вот этом тренде я раньше говорил что я думаю что это все коррекция и мы дальше глобально будем идти наверх но нету хороших признаков она окончания ну было четверг пин бар такой но он красный посмотрим сможем ли мы его вынести вот эта зона 109 удержим ли мы ее смотрите прошлый раз у нас мы отсюда такая зона сильной поддержки посмотрим возможно мы пики показали по евро доллару на 112 то есть здесь ситуация такая неоднозначная для меня мы с ребятами закрытом канале там смотрели разные индикаторы и по евро и по фунту то возможно эта коррекция она закончилась рискованно там покупки возможно совершать со стоп лоссами там по 50 пунктов мы обязательно со стоп лоссами потому что здесь может просто начаться продолжение вального такого движения вниз и то же самое фунт доллар смотрите все указывает на то ну как мне кажется что фунт доллар ближайшее ближайшее время должен обновлять 130 и вот что что касается технически да возможно здесь по некоторым индикатором рынке очень сильно перепроданы что по евро по фунту и может начаться коррекция но я пока не вижу там прям супер каких-то моментов и не могу надежно вам советовать это делать все очень рискованно я вот смотрю доллар франк вот реально возможно они не сработают возможно это ложно но я смотрю на доллар франки он вот мы его покупаем и он должен показать хороший хороший рост у нас сейчас 86 я думаю 87 ближайшее время мы должны показать возможно и 88 вот здесь я реально уверен в росте доллар франка поэтому если интерпретировать и переносить корреляцию на другие инструменты то евро и фунт должны сегодня-завтра сильно задавить вниз вот как-то вот так или франк и евро по-разному сходят такое тоже возможно я не исключаю что касается вот кстати доллар юань кстати вот здесь интересно мне кажется что здесь есть очень интересный момент кто торгует вот этот инструмент я могу одно сказать у нас по доллар юаню произошла такая глубокая коррекция мы кольнули 1077 пунктов да я думаю что мы возможно скорее всего закончили эту коррекцию и доллар дальше будет расти это что-то напоминает доллар франк и индекс доллара и здесь есть неплохая моделька на покупку и кто торгует данный инструмент у него есть шансы улететь глобально на обновление вот этих маг максимум то есть я буду отслеживать доллар юань ближайшей перспективе мне кажется что здесь это коррекция закончилась и мы только будем расти очень сильно ключевой уровень поддержки это в районе 7 пунктов 705 706 вот он возможно какие-то ложные но пока я смотрю что 705 это ключевой уровень поддержки от которого я бы покупал прям аналогия доллар франк поэтому данный инструмент только только вверх дальше рано крипты bitcoin принципе я думаю что у нас коррекция возможно уже наконец-то закончилась и я бы только покупал bitcoin принципе я последние несколько недель говорю чтобы вы покупали bitcoin с небольшими кредитными плечами да потому что волатильность здесь очень очень большая это во первых второе на модели на покупку здесь очень тяжелые выносят локально очень сильно поэтому вот я еще ранее предупреждал что только так торговать большими плечами с короткими стоп-лоссами здесь ничего делать потому что волатильность биткоина зашкаливает и будут очень часто выносить поэтому дальше покупаем и дальше удержим bitcoin я конечно не исключаю еще тест 50000 это как прям альтернатива альтернативно я пока только за основной сценарий ланга по эфиру аналогично то есть я бы эфир только покупал аналогично пока мы выше 2 300 я за покупки и здесь потенциал на 4000 и возможно десятку мы покажем какое-то время если сейчас говорить о выборах в штатах то букмекеры уже видят вероятность победы трампа выше как мы знаем трамп ну якобы обещает что будет больше способствовать и развитию криптовалют хотя это возможно бла-бла-бла такое часто бывает вспомним момент когда недавно еще трамп боролся с демократами по поводу этой границы с мексикой иммигрантами но потом потом продался забыл и проголосовали как надо поэтому это все политика политики больше врут но возможно если все таки трамп победит то крипта там покажет такой космос что мало не покажется но нужно понимать что рынке это такое дальше коротко по инвидия инвидию я еще обсуждал с вами несколько недель назад говорил что здесь вот окончание и мы идем на обновление 140 долларов я дальше рассматриваю инвидию только в рост прямо напоминает nasdaq но она есть скажем условно входит nasdaq поэтому здесь большое накопление думаю мы возможно и 150 и 200 покажем ну так мы это здесь аналогично ключевой уровень поддержки 580 все что выше я бы покупал по данной акции ну и apple здесь большое такое накопление я бы я бы потихонечку тоже затаривался apple на не только телефонами но и акция мне кажется что здесь с этого движения мы должны показать где-то 200 250 в ближайшее время должны показать на этом все с вами был виталий кухта пишите свои вопросы в комментариях следующих обзорах разберем всем удачи пока